коррекция с помощью кривых цветов final cut pro 10 дает нам точный контроль для регулировки яркости и отдельных каналов красного зеленого и синего цветов даже для настройки определенных оттенков идем в инспектор и откроем color wheels кривые цвета используем кривую яркости люма чтобы сначала расширить динамический диапазон кадра мы можем двигать конечные точки или можем выбрать на кривую контрольную точку для более мягкой корректировки изменение этой кривой никак не влияет на насыщенность изображения мы можем добавлять контрольные точки чтобы точнее отрегулировать весь диапазон яркости чтобы окончательно выровнять цвета в яркости используем соответствующие кривые либо красное осеннюю либо зеленую посмотрим на наши изменения до и после мы очень быстро сбалансировать наш кадр с помощью этих кривых кривые цвета конечно же работают совместно с другими инструментами для увеличения насыщенности кадра мы можем выбрать color wheels цветовые колеса и добавить насыщенность с помощью мастер колеса как работать световыми колесами и другими инструментами для корректировки цвета у меня есть несколько уроков на канале вы можете найти их по ссылкам внизу все наши изменения находятся в меню эффект с эффекты идем в видео инспектор и включим и выключим все наши регулировки чтобы увидеть разницу на этом кадре мы также увеличим динамический диапазон с помощью кривой люма и выравниваем цвета с помощью красный синий и зеленый кривых сила в ярких оттенках в красном канале слишком велика снова откорректируем это с помощью красной кривой цвета смотрим до и после но мы не ограничены только красным зеленым и синим каналами рассмотрим этот кадр здесь мы применили автоматический баланс белого добавим корректировку с помощью кривых сначала применим кривую яркости люма и уменьшим яркость полутонах чтобы отделить облака от неба дальше мы хотим усилить насыщенность цвета неба если мы используем синюю кривую мы видим что добавляется совсем неправильно оттенок цвета на rgb парейт мы видим что меняется только синий канал сбросим это исправление используем пипетку чтобы взять пример оттенка неба название кривой изменилось на аква а вертикальная линия показывает уровень яркости выбранной области обратите внимание если мы кликнем здесь появится микроколесо с помощью которого мы можем выбрать любой оттенок для работы отменим последнее действие теперь мы можем менять яркость и насыщенность этого выбранного оттенка посмотрим до и после спасибо за просмотр ставьте лайк если понравилось видео и подписывайтесь на наш канал здесь ничего лишнего пока пока Субтитры создавал DimaTorzok